Уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию сообщение по редким иммуноопосредованным нежелательным явлениям. Редкое происходит редко, но тем не менее эти осложнения не что-то абстрактное, они происходят внезапно. У нас есть 8 препаратов для лечения злокачественных опухолей. Из них 7 одобрены в России. Один препарат не одобрен во всём мире, одобрен только в России. Это паралгалимаб. Эти препараты, к сожалению, не всегда действуют избрачно на опухоли, но в некоторых случаях они вызывают повреждения нормальных органов и тканей. На слайде я указала все варианты возможных осложнений. С разной частотой они появляются. Тёмным цветом выделено осложнение, которое происходит наиболее редко и на которое мы не рассчитываем. Что говорит ВОЗ о достижительной частоты нежелательных явлений? Какие являются частыми, какие являются редкими, какие очень редкими? Для ВОЗ редкими осложнениями являются осложнения с частотой 1 на 10 тысяч. Но я буду говорить об осложнениях с частотой от 0 до 5%. Коллеги, нежелательные явления возникают на разных иммунных препаратах с разным механизмом действия, с разной частотой. По данным большого метаанализа, разные классы препаратов, например, анти-CTLA-4 терапия, вызывают тяжёлое осложнение у третьих пациентов. Анти-PD-1 или анти-PD-L1 терапия вызывают тяжёлое осложнение 3,4 степени у 14% пациентов. И комбинированная иммунотерапия анти-CTLA-4 и анти-PD-1 иммунотерапия вызывает тяжёлое осложнение у половины пациентов. Хочу обратить внимание на то, что в небольшом, но всё же в проценте случаев возможен летальный исход нежелательных явлений в случае, если они не оккупированы своевременно. Для монотерапии анти-PD-1, анти-PD-L1 терапия — это 3%. Для анти-CTLA-4 терапии — это около 1%. И для комбинации — это чуть более 1%. Какая структура летальных нежелательных явлений на фоне разных препаратов? Самым частым осложнением среди всех препаратов является осложнение со стороны сердца. И это осложнение является самым опасным с точки зрения летальности. Поскольку примерно в 40% случаев заканчивается, к сожалению, неблагоприятным образом. Среди лидеров смертельно опасных осложнений также пневмонит и инфекционные осложнения. Вы видите, в структуре есть и калит, и гепатит, и неврологические нежелательные явления, и нефрит. Но частые осложнения, как калит, вызывают смертельно опасные осложнения чаще, а редкие осложнения вызывают осложнения смертельно опасные особенно часто. Обратите внимание, если мы посмотрим снизу диаграммы, с левой стороны, нефрит, гематологические нежелательные явления, миокардит, миозит, недостаточности от почечников на основании мета-анализа, 112 исследований, происходит у небольшого числа пациентов. Но обратите внимание, правая сторона диаграммы — это летальность чистосмертельных осложнений после развития этих нежелательных явлений. Вы видите, что лидирует, как я уже говорила, миокардит на уровне 40% летальность этих осложнений. Также среди лидеров, к сожалению, нефрит, гематологические осложнения, воспаление мышц, недостаточности от почечников и неврологические осложнения. Когда появляются осложнения? Они могут появляться в любой момент времени. Это могут быть считанные дни или это могут быть считанные месяцы. Обратите внимание на начало и на конец диаграммы. Мы не ждём редкие осложнения, а в сроки, когда они появляются, особенно нежданно, через год или через два после проведения, иммунотерапии. Это ставит доктора в особенно сложные ситуации, когда нужно догадаться, что искать. Я пройду по некоторым иммуно-посредованным осложнениям, которые встречаются наиболее редко и которые притекают наиболее опасно, и постараюсь привести несколько клинических примеров. Первым редким и опасным иммуно-посредованным нежелательным явлением является миокардит, воспаление сердца. К счастью, встречается крайне редко и описано у считанных не так уж много клинических примеров, описано вообще. И проявляется не только воспалением и нарушением насосных функций миокарда, но и повреждением проводящих функций сердца. Может не только сердечная достаточность, отёки, повышение давления, снижение давления без какой-то пациента, но и аритмия. И в случае крайней степени нарушения проводимости, это может быть даже остановка сердца. Поскольку не всегда это осложнение своевременно диагностируется, почти в 40% при отсутствии своевременной диагностики и лечения эта проблема может привести к осложнениям. Поэтому перед началом иммунотерапии мы всегда обязательно потроируем функцию сердца, ЭКГ. Нам нужно сфиксировать исходную функцию сердца. Какое ЭКГ? Нормальное или ненормальное? Чтобы в динамике при последующем появлении каких-то симптомов своевременно заметить изменение ритма сердца, изменение проводимости сердца. Что необходимо в случае, если мы подозреваем такое осложнение? Необходимо, в первую очередь, консультация кардиолога. Необходимо эхо. Необходимо исследование маркёров на повреждения сердечной мышцы, тропонинка и ФКМВ. В случае, если подозрение слащенно серьёзное, также необходимо выполнение МРТ миокарда. В некоторых случаях ради злопной исследования сердца. Когда проделали весь ряд обследований и не подтвердили данных за миокард, может потребоваться определение натрия уротического пептида. Без симптомной сердечной достаточность таким образом может быть выявлено. И в крайнем случае необходимо делать биопсию миокарда. Коллеги, вот этот диагностический поиск, и то он не всегда увенчается успехом для того, чтобы поставить этот диагноз своевременно. Поэтому сначала, когда процесс диагностируется, это долгий поиск, долгие мучения. А когда диагноз установлен и симптомы действительно у пациента выражены, это уже серьёзная и тяжёлая степень осложнения миокардита, которое требует специализированного лечения в кардиологической реанимации и сопоставимого по опасности с отторжением трансплантированного органа, с отторжением трансплантированного сердца, который нуждается в экстренных, сложных, комплексных мерах иммуносупрессивной терапии. Высокие дозы преднизолона, включая пульс-терапию, антитимоцитарные глобулины, тоцелезумаб, ингибитор интерлегены-6, инфлексимаб, ингибитор фактора неврозоопухоли, может потребоваться добавление микрофинала тамофитила, внутривенное введение иммуноглобулинов, в некоторых случаях даже может потребоваться условия пейсмейкера. Для того, чтобы в процессе лечения и снижения воспалительного процесса в миокарде поддержать сократительную функцию сердца. К счастью, коллеги, такие осложнения встречаются крайне редко. Другое, крайне опасное, смертельно опасное и крайне редкое осложнение, о котором я хочу поговорить, это фульминантный гепатит. Мы знаем гепатит в его классическом проявлении, мы знаем, как его лечить, и обычно он очень хорошо отвечает на корсик стероиды. Но я хочу привести вашему вниманию пример пациента, которого мы вылечили от гепатита в третьей степени, проводили постепенное снижение дозы иммуносупрессивной терапии, и на этом фоне у пациента развился рецидив гепатита. Да, и не такой, как был в третьей степени, а в четвёртой степени, с повышением печёночных ферментов более 20 норм, что потребовало назначение метилбернизолона в пульс-тозах на протяжении довольно длительного времени, добавление метафенолатома фетила в максимальной дозировке. Лечение иммуносупрессивное наше оказалось эффективным. Печёночные ферменты постепенно с недели становились до нормальных значений. И такая ситуация требует особенной внимательности от докторов. И в процессе улучшения гепатита, в процессе снижения дозы необходимо продолжать контролировать биохимические показатели крови, необходимо контролировать самочувствие пациента, чтобы заметить своевременно стремительное ухудшение функций сердца, чтобы назначить более агрессивную терапию и пресечь этот островоспалительный процесс отторжения собственного органа. Следующее осложнение, которое встречается на некоторых препаратах, например, эпилевомат довольно редко, — это пневмонит. Пневмонит проявляется примерно так же, как ковидная пневмония. Отдышка, кашель, лихорадка, боль в груди. На снимочках компьютерной томографии матовое стекло. Картина во многом схожа с текущей нашей ситуацией. И лечение иммуносупрессивное в некоторых отношениях тоже похоже. Это может быть преднизолон, это может быть толцелезумаб. И вашему вниманию представили пациента, который после иплимумаба почувствовал одышку, кашель, температуру. И иммуносупрессивная терапия преднизолоном, 1 мг на 1 кг, внутрь оказалась эффективна. Буквально после одного приёма препаратов пациент почувствовал себя лучше. Вы видите снимочки, через 3 недели картина пневмонита полностью разрешилась. И важно при любом варианте развития любого нежелательного явления по его стремительности быстро вызывается одышка или быстро вызывается сыпь, своевременно принимать меры. Например, у пациента вызывается сыпь, но она сливается в пятна, она начинает образовывать пузыри. Это может быть крайним проявлением кожной токсичности в виде развития синдрома Стивенсона-Джонсона или токсического эпидермального некролиза с отслойкой до 10 или до 30 или более 30% поверхности кожи, включая захват слизистых оболочек. Это крайняя степень аллергической реакции, гиперчувствительность организма на лекарственные препараты. Если вы видите, что какое-то нежелательное явление, включая сыпь на коже, развивается стремительно, необычно, в первую очередь необходимо приостановить терапию, необходимо разобраться в ситуации, необходимо при выявлении этого нежелательного явления назначить своевременную терапию, чтобы не дать ей развиться до крайней степени, поскольку данные виды осложнений синдрома Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз прождаются высоким риском смертельных исходов. К сожалению, следующее нежелательное явление, которое встречается для ИПЛИМАГО, может быть, более часто, но для антипсиотинтерапии довольно редко, это воспаление гипофиза, гипофизит, нарушение функции его передней доли. И я хочу на что обратить внимание. Если гипофизит выявлен на основании клинических симптомов снижения веса, утомляемости, снижения гормональных показателей, отсутствуют симптомы острого увеличения гипофиза с издавлением хиазма зрительного нерва, с отсутствием головных болей, рвоты, с отсутствием острого симптома комплекса, то в данном случае может быть назначена пациенту заместительная гормональная терапия для возмещения вторичной накопщикой недостаточности. К сожалению, функция гипофиза в большинстве случаев не восстанавливается. Но на заместительной терапии, которая включает глюкортикостероиды, при необходимости там могут быть гормоны щитовидной железы или половые гормоны, поскольку в передней доле вырабатывается целая группа гормональных веществ, пациент может получать заместительную терапию и нормально себя чувствовать. В случае, если гипофиз значительно увеличился вследствие воспаления, сдавливает окружающие структуры, серьёзные симптомы, тошнота, головная боль, лихорадка, нарушение зрения, тяжелейшая слабость, тяжелейшая надпочечная недостаточность, электроидные нарушения, снижение калия, снижение натрия, то в первую очередь необходима высокодозная иммуносупрессивная терапия для того, чтобы снять воспаление, которое является и заместительной терапией одновременно. В процессе лечения воспалительный процесс оккупируется. Доза гормонального препарата снижается, но не снижается до нуля. Пациент остаётся на заместительной терапии низкими дозами глюкокортикостроидов на протяжении всей своей оставшейся жизни, к сожалению. В некоторых случаях иногда восстановление функции гипофиза происходит, но, к сожалению, это происходит редко. К вашему вниманию я представляю следующий клинический пример. Мужчина, которого беспокоила слабость и одышка, и ему исключили пневмонит, исключили миокардит, исключили гипотериоз, и более расширенный гормональный анализ показал, снижение показателей кортизола, снижение АКТБ, в отсутствие каких-то других дополнительных симптомов, и даже в отсутствие МРТ головного мозга свежего. был установлен гипофизит в лёгкой степени, была назначена заместительная гормональная терапия, и пациент мгновенно восстановился на чувстве и далее проблем не испытывал, даже смог продолжить иммунотерапию. Коллеги, следующие варианты эндокринопатии, редкие, но опасные, включают нарушение функции поджелудочной железы. И главным образом это сахарный диабет, то, о чём я хочу поговорить чуть подробнее. Я о сахарном диабете хочу поговорить на примере нашего пациента. Мужчина, 60 лет, по поводу меланомы получал пембролизума в течение года, хорошо переносил лечение, болезнь контролировалась, приехал на очередной цикл терапии, и при этом плохо себя чувствовал, сильнейшая слабость, одышка, гипотония, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, жажда, анализы, обследование, всё, как положено, проведено. При обследовании в организме нет катастрофы, органы в порядке, прогрессирования заболевания внезапного нет. Анализы, пришли анализы. В анализах выражены отклонения, выражено повышение клепазы, выражено повышение амилазы. Что это? Может быть, панкреатит? Выражено повышение креатинина мочерины, острая почечная недостаточность. С чем это связано? И самое главное и самое ужасное, о чём мы узнали в последний момент, это повышение глюкозы до 62,3 ммоль на литр с тяжелейшим кетоацидозом. Диабет. Внезапно у пациента развился вот такой мощнейший симптомокомплекс, и несмотря на вот эти симптомы, данные анализа в посмотрях волосовых ногах. Как лечить это осложнение, которое является крайним проявлением фульминантного сахарного диабета с кетоацидозом, которое нежданно развелось через год после иммунотерапии, которую пациент приносил удовлетворительно? Как лечить все эти осложнения? Пациент получал инсулин до 62 единиц в сутки. Пациент получал фрагмин, пациент получал онфюзионную терапию. Симптоматическое лечение для того, чтобы стабилизировать вот такое тяжёлое состояние. И через 10 дней, как вы видите, практически все показатели нормализовались. Глюкоза слегка повышена. Все осложнения разрешились. Почечная недостаточность не была связана с иммунным воспалением почек. Это был преринальный вариант острой почечной недостаточности. Подживуточная железа тоже таким образом отреагировала. Панкреатита не было. Дополнительного лечения иммуносупрессивного этот пациент не потребовал. Он остался на высоких дозах инсулина, поскольку диабет, к сожалению, никуда не делся. Но и дополнительного лечения, связанного со всем этим симптомом, комплексом осложнений, к счастью, не потребовалось. Другой вариант серьёзного, опасного и редкого осложнения — это воспаление почек, нефрит, которое может проявляться в виде острого нарушения функций почек. Могут появляться симптомы. Повышается критинит, в моче белок, в моче эритроциты или коциты, может уменьшаться количество отделяемой мочи, могут появляться отёки. И данная ситуация требует стремительного, быстрого назначения глюкортикстероидов после, конечно, исключения других причин данной патологии, для того, чтобы не допустить развития тяжёлых последствий, которые могут привести к летальным осложнениям. Я демонстрирую вашему вниманию нашего пациента, 20 лет, с метастатической меланомой, у которого после двух введений ипиливомаба развился калит и нефрит. Нефрит перешёл в крайнюю степь почечной недостаточности со снижением клиренса менее 15 мл в минуту, снижением скорости клубочковых метраций менее 15 мл в минуту, со снижением показателей общего белка альбумина, высокая мочевина. И в моче параллельно высокое количество белка, нефритический синдром. Мы начали гравональную терапию в высоких дозах. Она была эффективна. Калит мгновенно разрешился. Функция почек значительно улучшилась. Креатинин снизился с 700 до 150. Но обратите внимание, белок, он снизился, он стал ещё меньше, несмотря на всю проводимую терапию. В чём дело? Суточная протеинурия показала, что пациент в сутки терял до 65 г белка. Практически весь белок, несмотря на всю переливаемую плазму, альбумины, выходил с мочой, что привело к развитию нефротического криза. Это очень сложное осложнение, с которым, к сожалению, мы не справились. У нас есть и положительное подлечение нефрита, но этот пациент является примером, насколько серьёзными осложнения со стороны почек могут быть. Какие осложнения со стороны почек могут быть? Это может быть интерстициальный нефрит, это может быть вариант мембранозной нефропатии, это может быть травматическая микроангиопатия, болезнь минимальных изменений или иммуноглобулиновая нефропатия. Все эти осложнения требуют высоких доз ликокортифостероидов. В некоторых случаях функция почек не восстанавливается или восстанавливается не полностью. У некоторых больных требуется назначение гемодиализа для того, чтобы заместительная почечная терапия поддерживала пациента в нормальном состоянии. В некоторых случаях у пациентов после трансплантации почки происходило отторжение трансплантированного органа. Поэтому ещё это дополнительный вариант редкого, но серьёзного осложнения после иммунотерапии. К счастью, такие проблемы со стороны почек случаются нечасто. Коллеги, целый ряд редких осложнений ещё остаётся. Это и воспаление мышц, это и воспаление головного мозга, спинного мозга, серого вещества, это миостренический синдром, это синдром Гиен-Борре. И я на примере нашей пациентки хочу продемонстрировать вам опасность, внезапность, непредсказуемость осложнений, которые происходят иногда, внезапно, и серьёзно. Женщина 44 года по поводу метастатической меланомы в рамках программы получала комбинированное лечение. И через неделю после введения отеза лизомаба первого пациентка прекрасно себя чувствовала. Обратите внимание, совершенно нормальный анализ, отсутствие симптомов, всё благополучно. Через неделю ситуация меняется дерматическим образом. Сильнейшая температура, сильнейшая слабость и боли во всех мышцах и КОП-4. Пациентка не может передвигаться. В анализах повышение печёночных ферментов до гепатита третьей степени, небольшое повышение КФК, параллельно ещё дерматит третьей степени. Это всё происходит за неделю, тогда как неделю назад всё было благополучно. Гормональная терапия своевременно назначена в высоких дозах 2 мг на килограмм начала проводиться, быстро разрешилась сыпь, но КФК и слабость в мышцах и боли в мышцах разрешились не так быстро, и даже был какой-то скачок креатинфосфокиназа. Но лечение было продолжено и в скором времени все показатели нормализовались. Гепатит разрешился, неозит разрешился, дозы гормональных препаратов снижались как положено в течение не менее месяца, и пациентка полностью восстановилась от данного осложнения. Хочу добавить, что миозит, генерализованное воспаление поперечно-полосатой мускулатуры, часто сопровождает эсмиокардитом. Воспаление нервной ткани тоже может сопровождаться эсмиокардитом. Поэтому, когда у пациента целый комплекс проблем, и обследование тоже комплексное, от сердца до анализа мочи, потому что осложнения могут происходить одновременно сразу несколько. У этой пациентки и гепатит, и миозит, и термозит, и дерматит, мог быть эсмиокардит. На всё нужно обращать внимание. Конечно, лечение, которое назначено, оно сразу от всех проблем. Но, в случае, если этого лечения достаточно, оно может потребовать изначение дополнительных препаратов. Коллеги, следующее редкое осложнение воспаления сосудистой оболочки глаза происходит крайне редко, и его сложно диагностировать. Наталья Николаевна, время уже у вас. Если пациент не жалуется, но если вы что-то подозреваете, отправляете к специалисту, чтобы выявить на ранней стадии, увеет, назначить местные препараты, назначить люкопартикостероидные препараты системно, которые могут в ближайшее время вызвать разрешение этих осложнений. Разные варианты усиления иммунотерапии перечислены на слайде, но сейчас не об этом. Доктор, ища эти редкие серьёзные осложнения, должен быть маниакально внимательным и должен следить за пациентом, за каждым его шагом. А пациент должен малейшее своё изменение самочувствия. Какая-то пелена перед глазами появилась, или изменился стул, или что-то ещё стало высоко, он сразу должен об этом сообщать, потому что может быть симптомом какого-нибудь редкого смертельно опасного осложнения. На этом всё. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...